Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но, к сожалению, 1 декабря тур по клубам и мастер-классы уже полностью, билеты закончились, поэтому ждем вас в Сколково с 29 по 30 ноября. Но, тем не менее, эти два дня будут насыщены, будет большая выставка, еще есть билеты на форум, конвенцию, фитнес-лекторий. Вообще полезно прийти, если вы еще ни разу не были. Я думаю, что если вы посетите это мероприятие, уже точно с нами будете навсегда и будете участвовать, по крайней мере, в Москве. Либо два раза в году мы проводим весной осенью, либо в одном из городов, куда мы приезжаем вместе с командой экспертов и партнеров. Ну, хочу также представить наш сегодняшнего эксперта Даниил Симонов. Поговорим сегодня о эффективных инструментах и связке для рекламы фитнеса. Да, Максим, здравствуйте. Да, Даниил, вижу вас и слышу замечательно. Презентация загружена. Я, если что, за кадром вам помогу. Супер. Да, спасибо. Я могу тогда начинать. Ага. Да, коллеги, привет всем. Сегодня у нас с вами... Во-первых, рад здесь быть, рад выступать. Всегда люблю быть спикером на площадке фитнес-эксперта, потому что обычно очень интересная аудитория, классные вопросы. И всегда рад делиться нашим опытом, связками, маркетинговой аналитикой, разными находками с вами и делиться пользой. Собственно, меня зовут Даниил Симонов, и я сегодня буду выступать с темой про самые эффективные инструменты и связки для рекламы фитнеса. У нас с вами по времени примерно 50 минут. Презентация довольно объемная, контента много, поэтому давайте начинать. И погнали. Меня зовут Данил Симонов, я руководитель агентства. Мы рекламное агентство для фитнеса. И мы входим в топ-3 агентств на рынке России, которые занимаются услугами маркетинга и рекламы для фитнес-индустрии. Мы называемся Hounds. Опыт в индустрии 8 лет. И за прошлый год мы привели порядка 100 тысяч лидов нашим клиентам и помогли именно из фитнеса заработать порядка 3,3 миллиарда рублей. В команде у нас 25 человек, и мы занимаемся полноценным, полносервисным диджитал маркетингом, то есть делаем все, что связано с платной рекламой, с сайтами, с разработкой и так далее. Что вас будет сегодня ждать? Давайте начнем с тезисов. И о чем будет наш дальнейший вебинар? Я расскажу о четырех основных блоках. Покажу вначале, ну быстро так пробежимся по исследованию аудитории в нише фитнеса. Я буду опираться в основном на материалы социальной сети, точнее не социальной сети, а холдинга ВК, потому что они проводили не так давно полноценные исследования аудитории, которые интересуются спортивными и фитнес-услугами, и что они делают в интернете и на ресурсах Mail.ru. Далее мы с вами поговорим на основе этого о самых эффективных, действенных и интересных инструментах диджитал-трафика, которые применимы в этом году, и те тренды, которые мы видим в 25-м году. То есть уже сделан такой проброс в будущий год. Далее расскажу о топ-10 связках в инструментах. Контента будет прям много, поэтому здесь мы очень-очень плотно, очень быстро пойдем, и презентация у вас останется, либо сможете мне написать после вебинара и запросить ее. Но связок будет много. 10 штук – это, поверьте, достаточно, и вам хватит протестировать их на достаточно долгий период. И в конце немножко поговорим про инструменты для повышения конверсии, потому что если вы настроили рекламу, запустили трафик, разогнали свои рекламные объявления рекламной кампании, то следующий шаг – это приводить этот трафик на правильную посадочную страницу и обеспечивать максимальную конверсию в заявку, в звонок, в квалифицированного лида. В общем, всячески стараться приближать этот трафик и этих лидов к продажам. Пишите ваши вопросы по ходу вебинара. Иногда я буду останавливаться, смотреть в чат и по возможности отвечать. Если какие-то вопросы будут прям большие, объемные, то я оставлю их на конец вебинара. Поэтому по ходу выступления я буду просто сам решать по очередности ответа. Итак, давайте с вами начнем с самых первых азов, с базы – это анализ аудитории. И здесь я повторюсь, я буду опираться на исследование ВК. Мне оно очень понравилось. Сразу я честно скажу, что тут есть некоторые факты достаточно очевидные, понятные, либо из них не особо понятно, какой сделать вывод, как применять в маркетинге, как применять в работе. Но быстренько с вами пробежимся, и я подсвечу какую-то аналитику, инсайты, которые вы можете использовать в рекламе и которую мы применяем для наших 60 клиентов из сферы фитнеса. Итак, ВК нам говорит, что в интернете присутствует порядка 60 миллионов человек по всей России, которые занимаются спортом, у которых есть такой интерес. Вау, прикольная информация. Это значит, что много людей, до которых мы можем с помощью рекламы дотянуться и превратить их в леда. Но не стоит забывать, что это в рамках всей страны, и эта информация нам не очень важна. Всегда стоит смотреть на конкретно свой регион, либо даже на свой район, и ВК все равно вам в рекламном кабинете даст оценку своей аудитории. Если смотреть на виды спорта, топ-20 по интересам, то в первой тройке это фитнес-бег, плавание и лыжи. И потом уже по убывающей это легкая атлетика, велоспорт, волейбол, теннис и так далее. И в принципе это соответствует тем интересам, которые мы видим в квизах, в настройках рекламных кампаний и то, как люди реагируют. Поэтому просто понимая это, вы можете начинать свои тесты рекламных объявлений с интересов по фитнесу, бегу, плаванию и так далее. По основным, по самым интересным, самым популярным видам спорта, которые людям нравятся, либо о которых люди думают, что им эти виды спорта, типа бега, либо плавания нравятся, либо они популярны. Портрет аудитории неинтересно. Ну, типа информация, что 50% мужчин и женщин нам вообще ни о чем не говорит, поэтому идем дальше. Семейное положение тоже не особо понятно. На самом деле аналитика конкретно вашего фитнес-клуба, конкретно по вашим покупателям, может быть гораздо лучше и гораздо интереснее. С точки зрения разреза по покупателям, по покупательской способности, по среднему чеку, по конверсии в продлении и так далее. И уже опираясь на вашу собственную информацию, вы уже можете корректировать в вашей рекламной кампании. К примеру, повышая ставки на людей, которые ходят с семьями, либо люди, которые замужем, либо женаты, либо наоборот, люди, которые холостые, к примеру, в Москве занимаются построением карьеры, но в вашем клубе они, к примеру, имеют максимальный процент конверсии в продлении и максимальный lifetime value. По поводу пользования устройствами, здесь, конечно же, лидируют мобильные устройства, это смартфоны. 95% людей, кто с интересом в спорт и фитнес, пользуются смартфонами, выходят в интернет со смартфона, в социальные сети, в почту, в Яндекс и так далее. Поэтому ваши рекламные объявления должны быть мобильно адаптированы, креативы, тексты, заголовки, все под мобилку. Так называемый mobile first. Ну, собственно, это уже базис. Еще года 4 назад это уже было таким устойчивым трендом. Сейчас это просто сложившаяся реальность, и mobile first уже всех победил. По пользованию социальных сетей в лидерах ВКонтакте, Телеграм и Дзен. И я напомню, что Дзен сейчас является платформой ВКонтакте и их продуктом. То есть они у Яндекса, по-моему, год или полтора назад выкупили, поменяли с активами, и теперь Дзен. Дзен со всеми его инструментами промо-страниц, блогов и всего прочего является площадкой ВКонтакте. И поэтому вам стоит обращать внимание на Дзен как на одну из рекламных площадок, как на один из каналов дистрибуции в составе платформы ВК. ВКонтакте сейчас это гораздо шире по рекламному инвентарю, чем просто социальная сеть, вот с всем знакомой вот этой вот маленькой лентой, которую мы смотрим. Даже во ВКонтакте сейчас рекламу можно показывать в ленте, в клипах, на платформе ВК-видео, которая получила достаточно большой буст популярности и роста аудитории после замедления Ютуба и всех вот этих злоключений, которые с одной из самых популярных площадок Ютубом начали происходить последние три месяца. И все-все-все остальные ресурсы Mail.ru, они, ну типа почты, проекты Mail.ru, Одноклассники и другие каналы дистрибуции, они все объединены в рамках рекламной площадки ВК. И поэтому, запуская рекламу, вы можете быть уверены, что вы получите максимальный охват на вашу целевую аудиторию. По поводу видеоплатформ я уже проговорил. Здесь информация чуть устаревшая, потому что топ-1 платформа по потреблению видео это была Ютуб, потом Кинопоиск, потом ВК-видео, сейчас это в лидерах ВК-видео и Рутуб. Ну, в смысле, Ютуб тоже продолжает держать лидерство, но оттуда аудитория, к сожалению, оттекает, перестает им пользоваться, потому что замедление начинает давать свои плоды и результаты. К сожалению, но аудитория перераспределяется. По использованию маркетплейсов в лидерах Wildberries, Ozone и Avito. И почему это важно, я поговорю уже в блоке про связки. Краткий спойлер, потому что там можно делать рекламу. Что можно делать, я покажу чуть позже. Если говорить о форматах рекламы, которую замечают люди, то вы можете так вот чуть-чуть наклонить голову и посмотреть, что на первом месте это баннеры в интернете, на втором месте это видео. То есть наша встроенная реклама в видео на площадке, например, ВК или на площадке Яндекса, это отличный канал, через который мы можем касаться нашу аудиторию. И на самом деле, если вы просто как пользователь зайдете на ВК-видео и попробуете просто посерчить там контент, ну, просто посмотреть любые видео, прям зайдите, загрузите, неважно, спортивный контент, развлекательный контент, какой-то блогерский контент, сразу же через 10 секунд вы получите какой-нибудь баннер без возможности пропуска. И поэтому, на самом деле, запуская рекламу, в вашем медиаплане всегда должен быть какой-то кусок бюджета на видеорекламу. Неважно, хорошо снято, плохо снято, самое главное, чтобы это был именно видеоформат. Потому что люди вовлекаются в просмотр видео достаточно высоко, и они с очень высокой вероятностью досмотрят рекламу до конца, которую нельзя пропустить, просто потому что за ней идет тот контент, который людям нужен. В общем, не забывайте про это и обязательно используйте в своем медиаплане. Чуть позже я покажу примеры того, как это можно делать. Ну и, собственно, завершая этот блог, перейду к кратким выводам и пойдем уже с вами конкретно к практике, к инструментам, к кейсам, к цифрам, к результатам. Здесь есть выводы на экране. Поскольку мы ограничены с вами по времени, я не буду их зачитывать. Сможете их посмотреть чуть позже сами. Самые главные выводы такие. Первое. Смартфон – это основной способ выхода в интернет. Это уже очевидная вещь, но очевидные вещи все равно нужно проговаривать, понимать и знать. И поэтому, делая вашу рекламу, вы всегда должны понимать, что ваш контент должен быть в первую очередь адаптирован под мобильное устройство. Баннер должен быть читабелен с экрана обычного смартфона. Ваша реклама должна быть удобна для чтения. В смысле, текст, он должен не быть излишнеизбыточным и так далее. Ваши посадочные страницы должны удобно открываться в первую очередь с мобильных устройств, чтобы их можно было прочитать, лендинг, прокликать, посмотреть, посмотреть галерею клуба, посмотреть, какие расписали, какие тренажеры, какие тренера и так далее. И самое главное, человеку должно быть удобно оставить заявку. Либо должны быть какие-то помощники ему, типа чат-ботов, квизов, каких-то других зацепов, либо просто посадочная страница должна иметь форму заявки в близкой доступности к человеку, чтобы он не скроллил, не сказал, блин, как же мне оставить заявку и что же мне делать? Я хочу позвонить, но я не вижу номер телефона, я хочу оставить заявку, чтобы мне ответили. Я не вижу, как написать в WhatsApp или в Telegram этому клубу. Мне неудобно, ну и хрен с вами, закрою я ваш лендинг и забуду про вашу рекламу. Mobile First, помните об этом. Видео смотрят на сервисах Кинопоиска, ну, сервисы Яндекса и Кинопоиска другие, и в ВК-видео сейчас. Поэтому, запуская вашу рекламу, планируя рекламный, скажем так, ваш медиаплан, медиамикс, обязательно используйте видеоконтент в вашей рекламе, не скупитесь на его производство и обязательно, обязательно используйте его в своих тестах, в своих экспериментах, и обязательно пробуйте, какие результаты в охватах, в ледах и, самое главное, в продажах вам дадут видеокреативы. Ну и третий вывод. Аудитория обращает внимание на баннеры в интернете и на видео, рекламу, встроенную в соцсетях в разные-разные-разные места, которые перед роликом, в середине ролика, в конце ролика, с возможностью пропуска, без возможности пропуска, в ленте, в ВК-клипах, которые аналог Reels и Stories в Инстаграм. Поэтому пользуйтесь и вертикальным видеоконтентом, и горизонтальным, и квадратным, экспериментируйте всячески. И давайте, собственно, здесь перейдем мы с вами к конкретным рабочим инструментам Digital Traffic. Что мы с вами конкретно должны делать, чтобы у вас были ряды, у вас были заявки, и самое главное – квалифицированные заявки, которые будут превращаться в продажу. Мы с коллегами, когда готовили выступление, разделили инструментарий на две больших категории, потому что слушатели бывают разные, у всех разная ситуация. У кого-то студия, у кого-то один клуб, у кого-то один премиальный клуб, у кого-то сеть клубов и так далее. И мы разделили их на бюджет до 30 тысяч рублей, ну сейчас, наверное, с учетом инфляции, можно сказать, до 50 тысяч рублей и от 50 тысяч рублей, то есть все, что выше. На экране вы можете видеть инструменты, которые мы выделили, разделили их на категории канал, управляемость и бюджет. Я не буду их все проговаривать, потому что вы можете, а, либо это видеть, и, б, у вас останется презентация. Я лучше оставлю время на конкретные примеры. И инструменты с бюджетами от 50 тысяч рублей, они уже отличаются. То есть здесь уже появляются инструменты платного масштабируемого трафика, которыми можно управлять. Условно, в контекстную рекламу можно залить какие-то деньги, потестировать, найти рабочие связки инструменты и дальше увеличивая бюджет, можно масштабировать результат. Давайте двигаться. Топ-10 инструментов до 30 тысяч рублей. Первое – это SEO-оптимизация сайта. Это один из самых простых и распространенных инструментов, правда, который требует запаса по времени. И здесь нужно набраться терпения, потому что результатов от SEO-оптимизации в первую неделю, во вторую, даже через месяц может не быть. Либо они могут быть незначительны вашим вложением. То есть, условно, вложив в рекламу 25 тысяч рублей, за месяц вы получите быстрее какие-то лиды и заявки, чем от SEO. Но SEO-продвижение имеет более отсроченный и более долгосрочный, и самое главное, более сохраняемый эффект. И поэтому, начав заниматься SEO-шкой, вы должны просто это делать из месяца в месяц, продолжать верить в инструмент и, самое главное, отслеживать динамику роста позиций вашего сайта по конкретным запросам. Приведу пример. Мы двигали сайт в рамках сети Work Class в Иркутске, и один из запросов, по которому мы работали, был фитнес-клуб Иркутск. Достаточно большой, широкий, распространенный запрос, но очень целевой, потому что наш клиент очень хотел, чтобы мы по запросу фитнес-клуб Иркутск были в топ-3 выдачи, прямо на первом же экране в Гугле и в Яндексе. Мы начали заниматься SEO-продвижением и получили вот такие результаты. То есть, начав системно делать SEO-шку, допустим, конкретно на Гугл, либо делая и в Гугле, и в Яндексе, можно получить результаты. У нас была задача именно разобраться с Гуглом, с его алгоритмами и специфика под него. Мы получили конверсию почти в два раза больше к заявку с Гугла, то есть 16,1% конверсия в отправку формы против 9,8% у Яндекса. Давайте округлять. Против 10 в Яндексе, 16 в Гугле. То есть конверсия в 1,6 раза больше. И стоимость следа в этой связке, внимание, была 37, а то и 50 рублей. То есть именно наши вот эти вложения, там, около 25-30 тысяч рублей в SEO месяц от месяца, дали нам в итоге вот такой результат вот в такой связке. Поэтому запомните себе это и обязательно используйте. В рамках всего продвижения очень хорошо работает история с развителем своего блога на сайте. То есть это вам может казаться какой-то неинтересной историей, или зачем делать контент на очевидные темы, или как мы можем конкурировать с похудательными сайтами. Но, как показывает практика, если бренд, допустим, тот же самый World Class в Иркутске, размещает полезные статьи и, самое главное, уникальные, но на неуникальные темы, то есть похудение после 30, это не уникальная тема, но это очень востребованный широкий запрос, по которому интерес постоянно-постоянно есть. И, целясь в этих людей, в этот сегмент, мы можем получать оттуда лиды. И, начав развивать лидов на сайте по этому запросу, мы в итоге попали в топ-1 по Иркутску. То есть мы стали выходить просто на первую позицию, сделав грамотно блог на сайте и сделав нормальную оптимизацию. Собственно, здесь вы можете видеть результаты. То есть если мы возьмем с вами тренд от июля до декабря, это результаты прошлого года, именно за такой длительный период, то вы можете видеть тренд восходящий. То есть количество качественного трафика, оно росло от месяца к месяцу. Да, здесь есть такая пила, можно видеть, что в какие-то моменты было повышение трафика, когда-то снижение, но общий тренд положительный. То есть наши усилия привели к росту трафика. Об этом стоит помнить. Авито. Отличная история, где вы можете делать вручную несколько десятков объявлений, либо не вручную, а с помощью специальных сервисов, и начать собирать лидов. Вот здесь один из примеров, как мы в Ростове-на-Дону размещали объявления, и в итоге через общение с откликами на Авито получали конкретные номера телефонов конкретных живых людей с конкретным выраженным интересом к нашему фитнес-клубу и к нашему сегментированному предложению, лимитированному точнее. И дальше отдел продаж получал готового льда и может было начинать работать. Вот таким образом на Авито у вас может выглядеть объявление, и, собственно, оттуда можно достаточно системно получать лидов по 250-300 рублей. Но что самое главное, и это нужно помнить, Авито не безграничный источник. И на Авито все-таки, Авито это классифайт, а не система контекстной рекламы, или это не система таргетированная реклама. Там, к сожалению, нет истории с бесконечным, с большим, скажем так, запасом аудитории, до которой вы постоянно из месяца в месяц можете дотягиваться. То есть даже в таргетированной рекламе аудитория может выгорать через 2-3 месяца, а на Авито ее просто может быть мало. И там, допустим, через месяц-через 2 на Авито вы ее можете уже вычерпать и получать условно не 20 заявок в месяц, а, к примеру, 10. Поэтому к Авито нужно обязательно относиться как к еще одному источнику продвижения, как к еще одному источнику лидогенерации. Но не надо думать, что Авито всех спасет. Это золотая жила, как раньше был, например, Инстаграм. Но оттуда хорошая конверсия в продажу, порядка 40-50%. Она может быть при грамотном отделе продаж. Далее, Яндекс.Бизнес. Запуская Яндекс.Бизнес, вы получаете такую, знаете, самонастраиваемую систему, такой а-ля черный ящик с искусственным интеллектом под капотом, который как бы сам настраивает рекламу и размещает ее в разных местах. На поиске, в РСЯ, в Яндекс.Картах, в сервисах Яндекса и так далее. Но самое главное, если вы делаете адекватный нормальный офер с ценой за посещение, то вы получаете вот такую красиво оформленную рекламу. Круто Яндекс сам ее подсвечивает на фоне других конкурентов, ставит вот такой зеленый лейбл и вы получаете увеличенное количество переходов и самое главное заявки. Но здесь есть еще один лайфхак. Если в рекламу в Яндекс.Бизнесе вы добавляете кнопки с конкретным call to action, с конкретным призывом к действию, то вы в итоге получите еще лучше конверсию заявки. Я не могу сейчас сказать какое-то конкретное число, которое будет одинаково у всех. Я знаю, что многие не любят маркетологов за это, но тут действительно нужно тестировать и нужно пробовать, потому что вообще непонятно, какой результат конкретно в текущем сезоне, в текущем вашем клубе, в вашем регионе даст результат Яндекс.Бизнес. Поэтому ставьте кнопки, настраивайте рекламу в Яндекс.Бизнесе и экспериментируйте. И собственно на экране вы можете видеть один из примеров того, как вот эта кнопка получить скидку, ну как я вот вам показываю, она дала в одном из фитнес-клубов отличный результат. Вот там одну десятую только полученных заявок за тот период времени вы можете видеть на экране. Коллеги, если у вас есть вопросы, либо появились какие-то комментарии, непонимания, пишите в чат. Я сейчас закончу этот блог и обязательно вернусь к ответам на вопросы, потому что мне интересно ваше мнение и интересно пообщаться в формате диалога. Поэтому пишите вопросы, пишите уточнения. Или, кстати, вы можете делиться своими кейсами, как у вас работает SEO-продвижение в вашем проекте. Или тестировали, либо не тестировали Яндекс.Бизнес с кнопками, витринами, карточками и прочим. И какой у вас это дало результат. Мне интересно узнать. Витрина. Я, собственно, про нее проговорил. Сразу к результатам. Витрина может давать 250-300 рублей за лида, а цена целевого действия, то есть клика по карточке может быть порядка 50 рублей. Я вам напомню, что клик на поиски в Яндексе по целевому запросу, типа фитнес-клуб с бассейном в районе Холовники или еще где-то, может стоить 100-150 рублей. И вообще легко и спокойно, потому что это суперконверсионный, суперконкурентный клик. И не только вы, одни размещаетесь по нему. Из-за него идет дикая конкуренция. Правильно настроенная витрина в Яндекс.Бизнесе может давать вот такие отличные результаты. А покажите мне тот фитнес-клуб или того руководителя отдела маркетинга фитнеса, который откажется от лидов по 250 рублей. От квалифицированных лидов надо заметить. И еще один инструмент, предпоследний, это реферальные воронки в Телеграм для тех, у кого бюджет до 50 тысяч рублей на свой диджитал-маркетинг. Реферальная воронка это такая штука, когда вы в чат-боте в Телеграме делаете определенную магию, настраиваете там реферального чат-бота, которого, например, ваши клиенты, которые ходят в ваш клуб, раздеваются в раздевалке, видят свои шкафчики с QR-кодом, ссылкой на этот бот, либо ходят по клубу, могут в него приглашать своих друзей в обмен на какие-то бонусы. Ну да, это получается такая а-ля пирамида, но на самом деле не пирамида. Это называется классическая реферальная система. Когда реферал приглашает своего друга-напарника-брата-свапа для того, чтобы вовлечь его в какую-то активность и поделиться с ним клевым продуктом. А я уверен, что у всех вас фитнес как продукт очень круто сделан и устроен, если вы здесь и слушаете про маркетинг. Один из примеров, один из ворклассов, но не в Иркутске, а в другом городе, воронка за полтора месяца показала следующие результаты. Действующие клиенты, первичные, было их порядка 40 человек. И они в первый месяц пригласили 40 человек. А сего людей в бот клуб смог бесплатно, без рекламного бюджета завести порядка 600 человек. То есть 600 человек завели, 40 человек из них стали активными, и эти 40 человек за полтора месяца пригласили 100 человек. И что самое интересное, из этих 100 приглашенных было 5 продаж. То есть конверсия, внимание, не в леда, а в продажу 5%. Надо понимать, что в ворклассе средний чек достаточно высокий. Ну, он может быть там от 70 до 150 рублей в зависимости от города, в зависимости от региона. И поэтому, на самом деле, я вам советую присмотреться к этому инструменту. И если у вас есть интерес, то пишите после вебинара, и я готов рассказать, как вы это можете сделать. И что самое прикольное, этот инструмент может без рекламного бюджета работать дальше ежемесячно, там просто на своей базе, ваших клиентов. Люди сюда могут попадать из ваших социальных сетей, типа ВКонтакте, типа Телеграм, Одноклассников, ваши e-mail рассылки, текущие базы и так далее. Либо из офлайна. Те люди, кто пришел и, допустим, пришел в бар и сидит за столом в вашем фитнес-баре, ну, либо пошел раздеваться и видит QR-код на своем шкафчике. Ну, короче, точек контакта может быть на самом деле достаточно много. Начиная там от коммуникации своей базы, делая SMS-рассылки, e-mail-рассылки, и заканчивая просто девочкой на рецепции, которая каждому входящему, выдавая брелок либо ключик от шкафа, может говорить, типа, вот QR-код, заходи, запускай, приглашай, получай бонусы и другу, и себе. И это прикольно. SMS-рассылки. Подробно не буду останавливаться, у нас дофига контента еще впереди. МТС-маркетолог, заходите, регистрируйтесь, настраивайте и делайте SMS-рассылку, настраивая ее по разным критериям. Возраст, доход, геолокация, интересы, исключайте действующих клиентов, чтобы они не попадали к вам и так далее. И это классный инструмент, который, может быть, не дает прямую коммуникацию, но это точно мощное напоминание вашему человеку, который видел рекламу, но не пришел в клуб, либо кто готов к продлению, например, у него заканчивается абонемент, или человек, который ходил в клуб, но почему-то перестал ходить, но может быть вашим клиентом, и вы можете переманить его от конкурента. Короче, возможностей может быть много. SMS – простая, но эффективная технология, и операторы связи все дают возможность это сделать по своей базе. И рассылки по своей базе через ВКонтакте. Используйте Sendler, делайте акционные предложения по своим подписчикам, и самое главное, что вы базу в Sendler можете собрать просто из числа тех людей, кто к вам ходит на занятия, на вашу студию, на йогу, на кроссфит и так далее, либо просто ходит заниматься в ваш фитнес-клуб. Клевый инструмент – открываемость в мессенджерах, а ВКонтакте – это мессенджер в том числе, порядка 80%. То есть нормальная открываемость e-mail рассылки – ну 10, ну 15%. То есть из 100 получивших письмо 15 человек увидят, и там 20, к примеру, увидят заголовок, и никогда не откроют ваше письмо, но хотя бы отразят что-то о вашем клубе. Открываемость в мессенджерах порядка 80-90%. То есть не то, что люди увидели сообщение, ничего не сделали с ним, а то, что они увидели, открыли и прочитали. Короче, мессенджеры – это хорошая история. Так, давайте посмотрю, есть ли вопросы. Алина спрашивает, какая стоимость наших услуг. Алина на самом деле очень разная. В зависимости от набора услуг, инструментов, подхода, нужна стратегия, не нужна, поэтому можем пообщаться с вами об этом отдельно. А я пока пойду дальше. У нас с вами примерно еще 25 минут, и темпы мы должны держать высокий. И давайте сейчас я расскажу про инструменты, которые уже при бюджетах от 50 тысяч рублей. Яндекс.Директ – отличный инструмент, когда вы уже можете масштабировать свои рекламные кампании и, собственно, заниматься уже привлечением лидов по разным источникам и из масштабируемых каналов. И да, я сразу честно скажу, что как раз все вот эти перформанс-источники, которые приносят лидов типа Яндекс.Директа, Авито, масштабируемого, социальные сети ВКонтакте, рекламный ВАЗОН, Телеграм.Инс и так далее, они все хороши ровно тем, что, найдя правильную связку, когда вы по наименьшей цене получаете много лидов, они как раз и хороши тем, что вы можете туда просто в какой-то момент, нащупав рабочую связку, начать добавлять просто бюджета и получать больше результата. И это суперпростая схема, когда вы поработали, подумали, потестировали, нашли рабочий инструмент, и вы просто потом выкручиваете эту газовую горелку на максимум, чтобы огонь горел больше, было теплее, жарче, круче, и вы начинаете получать от рекламы больше лидов до определенного предела. И вот этот момент как раз суперважный и ценный от вот этих всех рекламных площадок, потому что это суперлегко, когда за больше денег вы можете купить больше результата. Итак, связка первая. Реклама в Яндекс.Директе и делать отдельную рекламную кампанию по брендовому трафику. Я знаю, есть очень много споров и много копий, на самом деле, словно спорах маркетологов. Надо ли показывать рекламу своего проекта по своему же бренду? Вот, Ива, я покажу рекламу, потрачу деньги на тех людей, кто и так вы ко мне пришел. На самом деле это может быть так, но и не так. Это такая, тут прямо есть двойственность в этом моменте. Проблема в том, что когда по вашему брендовому запросу вы показываете свою рекламу, то по этому же запросу, по вашему же бренду и ваши конкуренты показывают рекламу. И, например, на рынке какого-нибудь города типа Хабаровск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, конкуренция достаточно жесткая. И по вашему бренду, особенно если вы там топ-офф-майнд на своем рынке или входите в тройку, в пятерку самых крупных клубов вашего города, то ваши конкуренты будут показываться. И неважно, зарегистрированный у нас тварный знак, не зарегистрирован, они всегда найдут лазейку и будут показывать. И проблема в том, что показав по вашему брендовому запросу рекламу и сделав оффер, то есть предложение вашему клиенту будущему круче, чем у вас, допустим, дав большую рассрочку, большую скидку, сказав, что у нас есть бассейн с морской водой, а у вас нет воды, или бассейн с питьевой водой, или у нас есть хамам, а у вас нет, или у нас есть русская баня, а у вас просто обычная парная сауна, вот этим самым ваш конкурент может по бренду перебить вас. И ни хрена у вас человек не придет к вам же, набрав ваш запрос. Проблема в том, что конкурент может найти такую ценность и сделать такой оффер, то он перебьет интерес к вам. И человек, набрав запрос и хотя прийти к вам, он уже отреагирует на конкурента и, не дай бог, оставит ему заявку за ваши же деньги. Поэтому заниматься брендом круто, растить узнаваемость точно правильно и абсолютно верно, абсолютно нужно, но мы советуем всегда какой-то минимальный бюджет 15-20 тысяч выделять на рекламную кампанию по своему бренду и обязательно оценивать результаты. И я вот прям с точностью на 95% уверен, что, сделав это, вы на второй месяц уже получите большее количество лидов, чем вы получали бы просто с рекламы, но без кампании, запущенной по отдельному брендовому трафику. Ну ладно, идем дальше, не будем задерживаться. Retarget – это суперважная история, потому что Retarget – это такая технология, которая позволяет повторно показывать рекламу людям, кто посещал вашу посадочную страницу, либо вы об этих людях что-то знаете. Ну, что-то знать – это обычно e-mail, номер телефона, либо ID этого клиента, который из CRM-системы из вашей вы можете выгрузить и, собственно, показывать по этому признаку рекламу тем, кто вами уже интересовался. Самая простая связка – вы запустили рекламу, ведете трафик на какую-то посадочную страницу, там вы поставили пиксель, допустим, Яндекс.Метрики, либо какой-то другой системы, вы начинаете собирать аудиторию, у вас копится аудитория тех, кто пришел к вам по рекламе, но не оставил заявку, но достаточно долго ходил по сайту, кликал, интересовался и так далее, и вы потом этим же людям можете повторно показывать свою рекламу со своим же предложением или даже с отдельным предложением и повышать свою вероятность через множественные повторные касания, что люди придут и оставят заявку, и вот этот лид для вас будет стоить дешевле, чем просто человек, который забежал, что-то где-то оставил, и еще у четырех конкурентов тоже оставил заявку и убежал, не особо поняв ценность вашего предложения. Ретаргет рулит, поэтому обязательно его используйте, и это суперважная вещь для поддержания мультиканальной цепочки касаний с вашими клиентами. Вот такой результат. Стоимость льда может быть порядка 420 рублей в отдельно запущенных ретаргет-компаниях в городе-миллионнике. Третья стратегия – это показываться по косвенному спросу и делать автостратегии для премиального сегмента. Пожалуйста, те, кто меня слушает, поставьте плюс, либо напишите, есть ли кто-то, у кого клуб из премиального, либо из бизнес-сегмента. Мне хочется понять просто, есть ли такая аудитория, либо нет, чтобы понять, насколько подробно здесь останавливаться. Но пока я начну рассказ. Косвенный спрос – это когда мы показываем рекламу по спросу. То есть, короче, вот есть премиальный человек. Премиальный человек. Человек с премиальным уровнем дохода. Который, допустим, может себе позволить премиальный автомобиль, премиальную, либо просто очень дорогую квартиру, и ему, его не будет пугать в фитнес-луб, где 120, 150, 180 тысяч рублей стоит абонемент на год. И, собственно, понимая этих людей и отлавливая их по каким-то косвенным запросам, мы можем показывать рекламу и нашего фитнес-клуба, потому что это история, которая может работать. И, собственно, показывая по запросам, связанным, к примеру, с ювелирными изделиями, с дорогими медицинскими процедурами, с дорогими, скажем так, продуктами, типа продуктами роскоши, часы, автомобили, предметы интерьера и так далее, мы можем ловить премиальную аудиторию. Сегментированные предложения. Вы можете нарезать, например, аудиторию по принципу платежеспособности, либо по, скажем так, социальным статусам. Студенты, пенсионеры, люди с детьми, люди без детей, семейные, молодые, карьеристы и так далее. Этих возможностей, сегментов просто, ну, вот сходу можно штук 8 назвать, по которым можно таргетировать и показывать свою рекламу. Вот, поэтому стоит нарезать. И вот, допустим, здесь пример был про студентов. И когда мы это делали, то мы получали флитформы ВКонтакте примерно по 230-250 рублей заявки. Идем дальше. Связка пятая – это купон на покупку клубной карты, на покупку клубной карты во ВКонтакте. То есть здесь мы просто давали обычный наш оффер. Мы давали обычный оффер наш, типа, приходи, покупай выгодное предложение. Но вся суть в том, что здесь была лид-форма. То есть это очень простая история во ВКонтакте, когда вы не переходите на лендинг, на квиз, на посадочную страницу, вы открываете так называемую квиз-фору, ой, лид-форму. И у вас уже сразу погружено, и ВКонтакте сам погружает данные человеке. Имя, фамилию, номер телефона, e-mail, любые другие персональные нужные данные. Либо человек их может сам вводить. И человеку очень легко оставить заявку, не переходя куда-то, не дожидаясь загрузки, посадочной страницы и так далее. И вы тут можете получать лидов по 380, 500, 550 рублей. И это на самом деле очень крутой результат, и этим стоит и нужно пользоваться. Следующая связка – это квиз в лид-форме, когда вы можете делать прям полноценный опросник и дольше вести людей по цепочке коммуникаций и собирать для них информацию. И что здесь самое крутое, что ваши менеджеры по продажам получат сразу льда с полным списком того, что вам важно. То есть вы можете спрашивать человека, какой уровень физической нагрузки вас интересует, для чего вам заниматься в клубе, какие занятия вы хотите посещать – силовые, кардио, бассейн и так далее. Что вам важно от клуба? Высокий уровень персонального тренинга, парковка, чтобы никого не было в клубе и мало было людей. Все, что угодно, все, что важно вашему отделу продаж для успешной конверсии в сделку, то и надо спрашивать. И эта механика позволяет где-то по 1030 рублей генерировать лидов для премиального сегмента. Еще раз, в нишу, где фитнес и абонемент стоят минимум 100 тысяч рублей на год, можно получать лидов, квалифицированных по цене 1030 рублей. И дальше с ними ввести уже цепочку касаний, приводить в клуб на экскурсию и, в общем-то, продавать. Вот еще один пример для непремиального сегмента, для среднего, для миддл сегмента. Примерно по 330 рублей за лидом. Фитнес-клуба Хана, вот такие связки и вот такой квист, точнее, такой опросник, и можно делать и использовать для премиона. Здесь я немного остановлюсь, открою чат, чтобы посмотреть, есть ли вопросы. Вы пока те, кто смотрит с компьютера вебинар, можете свои смартфоны, камеры навести сюда, отсканировать, и вы попадете на статью, где мы рассказываем про топ-5 форматов объявлений для ВКонтакте с визуальными примерами. То есть мы прям заморочились и в статье рассказали о том, какие форматы рекламы, какую конверсию дают. С квадратными объявлениями, с прямоугольными, с каруселью, без карусели, с видео, без видео, гифки с текстом, без текста и так далее. Поэтому сканируйте, переходите и обязательно читайте. Так, вопросов пока нет. Окей, давайте продолжать. Давайте продолжать. И следующий у нас... Ага, следующий слайд. Это вот такой вот пример с Telegram рекламой в Читботе. Я напомню, что Telegram – это достаточно крутой инструмент. И Telegram порядка, наверное, уже до около полутора-двух лет развивает свою рекламную платформу. И они большие молодцы. Они ее круто, много, постоянно, регулярно совершенствуют. И, что самое важное, они снижают постепенно порог входа. Раньше это было порядка 250 тысяч рублей, и потом снизили за 200. Сейчас, по-моему, я могу ошибаться, то ли 100, то ли 75 тысяч рублей, порог снова в очередной раз был опущен. Ну, то есть, знаете, как ставка Центробанка растет, а Telegram порог входа, наоборот, снижает. Для того, чтобы более массовые рекламодатели заходили и рекламировались. Собственно, какая здесь была механика? Реклама в Telegram-боте. Показ рекламы в профильных Telegram-каналах либо на аудиторию с нужным интересом, связанным с фитнесом, либо спортом. И мы ввели трафик на чат-бот. И, собственно, то есть связка такая. Показал рекламу, перешел на квик, человека не ведем никуда наружу, хотя можем, и ведем его на чат-бот в Telegram-е же. И, проведя человек через всю воронку, мы получали лида по 850 рублей. И, собственно, это хороший результат для клуба в Москве из среднего ценового сегмента. Вот, несколько десятков лидов, система стабильна, а то и около сотни можно получать с этой связки. Ну, все зависит от района, количества клубов, города и так далее. Идем дальше. Telegram хорош еще тем, что можно устраивать чат-бот на ссылку с колесом фортуны. Колесо фортуны – это такой инструмент, когда вы его ставите, к примеру, на сайт, человек заходит, начинает его крутить, и вы ему дарите какой-то подарок в обмен всего лишь на номер телефона, либо на e-mail. Это клевая штука, поэтому надо обязательно использовать. И примерно 300 лидов за месяц можно генерить по 370 рублей. Вау, круто! Девятая связка – это программатик рекламы, это баннеры по сегментам. Обычно эта реклама подходит, если вам нужно решать какие-то брендинговые задачи. Растить узнаваемость, растить охват среди аудитории, расти чистоту касания, чистоту напоминания и так далее. И, собственно, вот как один из примеров, если вот посмотреть в правую сторону экрана, мы на Forbes разместили баннеры воркласса. Это была одна из площадок, которую наша программатик-система выбрала в качестве места размещения для нашей целевой аудитории. И действительно, наша целевая аудитория для воркласса в городе Ростов-на-Дону точно сидит на Forbes, и точно она видит нашу рекламу, и точно она готова приходить, оставлять заявку и становиться клиентами. Поэтому программатик обязательно используйте. Но что самое главное? Не надо ждать от программатика конкретного прямого результата в виде лидов по какой-то стоимости. Программатик хорош тем, что он участвует в цепочке догрева и в цепочке конверсии касаний. И эмпирическим путем мы просто видели такую историю. Мы к нашим обычным каналам ВКонтакте, Яндекса, Авито, Телеграм добавляли программатик, получали больше лидов по меньшей цене. То есть мы прямо видели в динамике в течение квартала снижение цены льда и повышение их количества. Круто, но в какой-то момент мы решили потестить и отключить программатик. Все, цена льда обратно пошла наверх и количество начало снижаться. Да, не критично, но динамику и вот эту корреляцию мы точно заметили. Включаешь инструмент на рост охвата узнаваемости, лиды растут. Отрубаешь его, лиды начинают падать. Закономерность есть. И действительно так и работает маркетинг. Потому что люди идут просто по воронке. Охват, типа, мы узнали о вашем проекте, первый раз коснулись, мы вовлеклись в него, мы захотели совершить касание, мы оставили заявку, мы купили, мы продлились, мы посоветовали друзьям. Воронка, она всегда есть и всегда работает. И десятая связка – это баннер по маршруту в Яндекс.Навигаторе. То есть, когда машина останавливается, но вы едете по маршруту, у вас такой бах, всплывает навигатор. Ну, обычно федеральные бренды любят этим баловаться. Например, лично я вижу рекламу Тинькомбанка, пардон, Т-банка, рекламу Додо Пиццы, рекламу каких-то медийных проектов Сбера и так далее. То есть, больших брендов. Но на самом деле, эта история доступна и для маленьких, и для локальных брендов. Не надо себя ограничивать. Вы можете это использовать, и это точный инструмент роста конверсии, роста косаний. Поэтому это нужно делать. Здесь я расскажу разрешение нашей презентации. У нас с вами порядка 8 минут осталось. Что нового? Реклама на Озон. Озон – это большой маркетплейс, но они большие молодцы. Они понимают, что... Они понимают, что огромное количество трафика, который демонстрирует разные интересы, ходят на эту площадку и достаточно лояльны к Озону. И Озон смекнул и говорит, блин, какого черта мы не размещаем там рекламу и не даем маркетологам инструмент инвентаря для рекламных размещений? Давайте пробовать. И они выкатили Озон Эдс. Там можно делать рекламу на главной странице, на странице утверждения заказа, в мобильном приложении, в поиске в определенных категориях и так далее. Ну, собственно, вот тут у меня все написано в презентации, на первом, на втором уровне, между плиткой и так далее. Потом сами зайдете, почитаете, потому что не надо на этом останавливаться. Но прикол в том, что за бюджет 1000 рублей в день, то есть в месяц не больше 30 тысяч рублей, вы можете получить офигенный инструмент, где нет ваших конкурентов, где мало конкуренции, там не такой кровавый океан, как в Яндексе или ВКонтакте, но уже начать оттуда генерировать и получать лидов. Тут можно делать настройки по гео, по полу возрасту, классические, обычные по категории товаров, которые покупают. То есть, ну, прямая связка. Человек, покупающий товары из спортивной категории, наверняка имеет интерес в спорту или покупающий спортивную форму, может быть клиентом вашего клуба, либо вашей фитнес-студии. Обязательно заходите и пробуйте. Товарная галерея в Яндекс.Директе. Просто можно делать фитнес-карты как товар, как продукт, ну, прям как физический, и делать это как одну из точек касания. Прикольная штука, может сработать, а может нет. Поэтому тестите и экспериментируйте. Нет никаких данных у меня там по масштабируемым конверсиям. Да, у нас есть результат, но я не вынес презентацию, потому что это не масштабируемая история. Это просто одна из точек касания и коммуникации с вашей аудиторией. И очень быстро я пробегусь по инструментам повышения конверсии. Первое, и что всегда нужно помнить, ваш оффер и посадочная страница, они всегда должны соответствовать друг другу. Вот как здесь. В рекламе мы показываем новый фитнес-клуб бизнес-класса там в каком-то городе, по-моему, в Красноярске это было, либо в Тюмени. Ну, в тексте это было написано. И самое главное, на посадочной странице то же самое. Прямо на первом экране написано Black, новый фитнес-клуб в таком-то городе. То есть фитнес-клуб бизнес-класса, 16-й клуб федеральной сети, клуб бизнес-класса. И кнопка присоединиться или там стать членом клуба. Все. Все. Сохраните преемственность рекламы и посадочной страницы. Идем далее. Есть такой инструмент – отлов номеров. Он абсолютно легален. У него белая технология. Он не ворует ниоткуда данные, не тянет их из каких-то сворованных баз данных. Он берет их из открытых источников. То есть люди заходят на ваш сайт, и если даже они не оставляют заявку, мы все равно можем получить их номер с телефона. И у нас был кейс, когда на странице оплаты в одном проекте, в фитнес-проекте, ну, в столице рекуррента, мы ввели трафик, люди приходили, не могли разобраться, как оплатить, и уходили. Но мы получали их номер телефона, номер приходил в отдел продаж, менеджер перезванивал, помогал завершить заявку, бах, и конверсия в продажу достигала 14%. Вместо 5% просто с рекламы. Один простой инструмент, и рост конверсии в продажу, в продажу в 3 раза. Поэтому можете мне в личку написать после вебинара, я скажу, что это за сервис, и как вы его можете подключить. Ну, в смысле, нет каких-то скрытых схем, просто скажу название сервиса, и как можно сделать. Автоответ в социальных сетях. То есть, если вы введете трафик во Вконтакте, но не можете быстро ответить, к примеру, показываете рекламу ночью, сделать автоответ, и люди с удовольствием будут на него реагировать, и им будет приятно, что вы о них не забыли, и что робот сработал и сохранил коммуникацию. Поверьте, это суперважно. За 1000 рублей в месяц вы получите автоответ из супердовольных людей, и конверсу в заявку и в квалифицированного лида гораздо выше, чем у вас есть. Используйте виджет WhatsApp, Telegram на сайте, потому что людям капец как удобно заходить на сайт и заполнять не форму заявки, а, например, написать в WhatsApp или в Telegram и получить ответы на свои вопросы. Собственно, пока вы сканируете QR-код и подписываетесь на наш Telegram-канал, где мы рассказываем о нашей внутрянке, о процессах, о покапах, о кейсах фитнесе, я вам расскажу краткое резюме. Первое. Помните, что аудитории, которая занимается фитнесом и может быть заинтересована вашим студией, вашим фитнес-проектом, вашим фитнес-клубом, очень много в интернете, что в Яндексе, что в Авито, что в Азоне, что во ВКонтакте. Тестируйте, пробуйте, экспериментируйте. И не забывайте про формат видеообъявлений и держите в голове Mobile First. Все ваше маркетинговое чутье и маркетинговые действия должны быть посвящены тому, что вся ваша ретландная коммуникация в первую очередь людьми будет восприниматься на смартфонах. Помните об этом. И ставьте всегда себя на место пользователя. Второе. Прям возьмите эту презентацию, и когда коллеги вам разошлют, либо можете написать мне в личку, и я вам ее вышлю, и прям посмотрите все связки с инструментами до 50 и от 50 тысяч рублей бюджета, и прям поймите, что вы можете уже на этой неделе потестировать. И третье. Не забывайте, что настроив рекламу, проработав сегменты с любой аудиторией, сделав все круто, понятно, добротно, всегда вам нужно повышать конверсию в заявку. И для этого у вас существуют посадочные страницы, на которых вы должны получать максимально, выжимать, точнее, максимум конверсии. И для этого есть куча разных инструментов. Начиная от очевидных вещей, когда вы сохраняете преемственность между рекламой и посадкой, то есть что вы показали в рекламе, что вы пообещали в рекламе, тоже пишите на посадочной странице, и здесь нет никакой проблемы или противоречия, заканчивая тем, что вы можете добавлять маленькие виджеты, маленькие помощники для увеличения конверсии, для того, чтобы людям просто было удобно с вами коммуницировать. Переводите их в WhatsApp, переводите их в Telegram, подписывайте их на email-рассылку, делайте форму заявки простую, ставьте отлов номеров, звоните им, если видите, что человек тупит и не оставляет заявку. Не бойтесь этого, прям тестируйте и растите свою конверсию. А на экране QR-код на наш канал, напомню, сканируйте, подписывайтесь. И на этом выступление у меня заканчивается, и в конце я лишь скажу, что хочу оставить вас не просто с впечатлением от вебинара, с какими-то знаниями, а сканируйте еще один QR-код и скачивайте наши полезные материалы, активируйте бота, и дальше жмите кнопку «Скачать материалы», или выберите нужный гайд вот в такой вот плашке «Меню». Мы вам дарим три гайда. Как создать лендинг для фитнеса, какая может быть продуктовая линейка для клуба и как построить свой отдел продаж. Хоть мы и больше про маркетинг, но в продажах тоже поднаторели и что-то допонимаем. А я открываю чат и смотрю, есть ли вопросы. Сейчас, секунду, я его разверну. Вопросов нет ни в блоке, ни в чате. Ну, буду надеяться, что значит коллегам что понятно. Спасибо огромное. На самом деле было очень много полезной информации. Постараемся в ближайшее время выложить в записи сегодняшний эфир, приложим презентацию, чтобы было всем удобно ознакомиться. Ну и всем, конечно же, желаем хороших продаж. Данил, спасибо. Участникам тоже большое спасибо за ваше внимание. И встретимся в 15.00. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!